Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я очень рада возможности сделать сегодня сообщение о роли клинического фармаколога в консультировании по вопросам применения лекарств у беременных и кормящих. Это та тема, которая волнует меня лично, и та тема, которой я очень хочу заразить максимально большое количество врачей и клинических фармакологов. Сейчас клинический фармаколог в стационаре, по сути дела, это врач, который делает себя сам, и функции его очень многообразны, если обратиться к практике. Иногда клинический фармаколог может замещать обязанности сотрудника отдела по закупкам, сотрудника планового финансового отдела, ревизора, сотрудника отдела качества оказания медицинской помощи, лекарственных частностей, сотрудника микробиологической лаборатории, юриста, законотворца, а чаще всего это специалист по инфекционным болезням. Но, уважаемые коллеги, это лишь исторически сложилось так в нашей стране, и исключительно в нашей стране, что врач-клинический фармаколог занимается лечением нозокомиальных и внеподничных инфекций. Этим мы совершенно не должны ограничивать наши с вами обязанности. И уж тем более врач-клинический фармаколог ни в коем случае не должен замещать такую либо плохо работающую службу на этой месте. Врач-клинический фармаколог может выполнять и функции, которые не свойственны другим службам. Он должен иметь опыт в том, в чем имеют мало опыта другие врачи. Иначе врач-клинический фармаколог будет испытывать сложности, и он не будет уникальным специалистом. А мы, безусловно, специалисты уникальны. И в широком смысле наша задача входит в внедрение новых аспектов врачебной деятельности, повышающей рациональность использования лекарств и, главным образом, повышающей лекарственную безопасность. Сейчас этот термин все чаще и чаще звучит из разных уст, разных ведомств. Редкие осложнения лекарственной терапии и условия их возникновения безусловно, одна из тех самых областей, в которых врач-клинический фармаколог обязан быть специалистом. И это одно из тех заболеваний, которые мы с вами можем и должны уметь лечить. Я напомню вам, что неблагоприятные реакции при применении лекарств являются отдельным заболеванием согласно коду международной классификации болезни. И, безусловно, у этой болезни есть свои факторы предрасполагающие, свои факторы риска реализации, свои методы диагностики, профилактики и лечения. И кто, как не врач-клинический фармаколог, может быть специалистом именно в этой болезни? И, безусловно, побочные эффекты лекарственных средств в тех ситуациях, когда они воздействуют на развивающийся организм плода или уже на родившегося малыша, если мама кормит грудью, является тем частным случаем, когда предотвращение неблагоприятных реакций очень и очень важны. И когда риск возникновения неблагоприятных реакций очень и очень велик и очень психологически чувствителен. То есть это та область, которая затрагивает особые струны в каждой душе и у пациентов, и у врачей. И то, к чему очень страшно приблизиться любому специалисту. И в этой области, как ни странно, нет ничего ясного. Нет никакого унифицированного справочника, который можно просто прочитать и знать, вот это можно, вот это нельзя, вот это давай, вот это не давай. Это та область, где есть необходимость внимательно оценивать индивидуальные факторы риска, где есть необходимость индивидуально оценивать фармакокинетику. И, безусловно, компетенциями такими обладает именно врач-клинический фармаколог, потому что нас с вами этому учат. Все это входит в основы нашей с вами жизни и нашего образования. Но вы можете возразить мне тем, что в практике каждого из вас, каждого из врачей-клинических фармакологов, может быть, консультации по вопросам применения лекарств у беременных, если взять какой-то общий стационар, встречаются, ну, один-два раза в год, может быть, чуть чаще. Где же все эти, где же актуальности? Актуальности не может не быть. Для этого достаточно, для того, чтобы понять, это достаточно взглянуть на статистику. По данным, на 2018 год в мире рождалось 18 детей на тысячи населения. В год в мире рождается, соответственно, более 141 миллиона детей. В России рождаемость, безусловно, ниже, и она в последние годы снижается, и это является серьезной проблемой будущей демографической. На 2018 год она уже составила 11 на тысячи населения. Но, тем не менее, это говорит о том, что в год в России рождается более полутора миллионов детей. А посмотрите, сколько в год прерывается беременности. К миллиону. Таким образом, общее количество беременности больше, чем 2 миллиона, 2 миллиона случаев. И каждая из этих беременностей, практически каждая, посмотрите, 90% выше 90%, подвергается какому-либо лекарственному воздействию. Все эти воздействия являются безопасными. Все ли эти лекарства предназначены именно для лечения физиологически протекающей беременностью? Не может физиологически протекающая беременность 90% случаев нуждаться в лекарстве, правда же? Тогда давайте обратимся к другим статистическим данным о среднем возрасте рожающих женщин. В 1990 году эта цифра, этот возраст был равен 25, а в 2016 — 28 годам. В 2018 году первенца рожают в среднем в 26 лет. Соответственно, тенденция очевидна. Тенденция единообразна во всем мире. Вот здесь вы видите на картинке приведены данные в Соединённых Штатах Америки. График изменения возраста рождения первенца в США. И мы видим, что, ну да, безусловно, основной вклад вносит снижение числа родов в возрасте до 20 лет, и это хорошо, потому что это всё-таки относительно незрелый возраст, но увеличивается и количество родов, возникающих в старшем возрасте. Что из этого следует? Из этого следует то, что большее число беременных, всё большее число беременных может иметь в багаж хронических болезней и риски впервые возникающих проблем со здоровьем. Женщины могут находиться в момент наступления на терапии хронических заболеваний. И с высокой вероятностью на этой терапии они могут войти в незапланированную беременность. Соответственно, и врач, и женщина стоят перед выбором сохранения или прерывания беременности, наступившей на фоне лечения. Врач и женщина стоят перед выбором лечить или не лечить заболевания во время беременности. Этот выбор не так прост. Количество прерываний беременности в России, безусловно, снижалось, но оно всё ещё остаётся высоким во всём мире, в России, в первую очередь. И достаточно большой вклад в него в ходе прерывания беременности по медицинским показаниям, которые достаточно широки и достаточно неопределённы. Очень часто показанием к такому прерыванию является приём каких-либо лекарственных средств на ранних сроках беременности. Пропущу эти данные. Почему это происходит? Потому что женщина приходит к врачу или сама берёт инструкцию, читает. Противопоказано при беременности. И, соответственно, возникает прямая ассоциация. Раз противопоказано при беременности, значит, эти два факта не должны сосуществовать. И поскольку с оставшимся фактом ничего не сделать, остаётся прервать беременность, часто желанную беременность. Что же означает вот это самое противопоказание при беременности? Оно означает, что лекарство не изучено в клинических исследованиях с участием беременных из этических соображений, то есть в целях сохранения, в целях безопасности женщин и плодов. Но одновременно это неизбежно означает то, что это лекарство недоступно для лечения острых и хронических заболеваний у беременных в рамках законов. И этично ли такое положение вещей? Применимо ли такое положение вещей? Не стоит ли сделать попытку изменить это положение вещей для того, чтобы предоставить женщине полный спектр современной медицинской помощи, которая может быть ей доступна? И, к сожалению, вот этот вопрос безопасности в индивидуальном случае каждый раз приходится решать заново. Потому что всё-таки никто этого для нас, за нас не сделал. И всё-таки большинство инструкций по применению, поскольку официально из клинических исследований беременных женщин исключают, любая инструкция содержит, как правило, противопоказания или, как минимум, информацию о том, что не следует, следует воздержаться, исследование не проводилось. В Соединённых Штатах Америки и Европе формулировки в инструкциях меняются, потому что мировая общественность уже озаботилась этой проблемой. Проблемой недоступности, ограничений в доступности современной лекарственной терапии не всегда оправданных ограничений для беременных. И формулировки меняются всё больше. В нашей стране всё-таки чаще встречаются запреты, именно противопоказания, нежели чем просто информация о том, что есть, об этом нет. Ну и, как мы с вами можем из этой статистики догадаться, в таких случаях таких женщин очень много. Кому же они попадают? К нам они не попадают, как мы видим. Кому попадает? Женщина, которая приняла лекарство, не зная о беременности. Если мы проследим логическую цепь, то исходные положения будут такими. Если есть генетическая аномалия, которая может привести к пороку развития, для того, чтобы оценить, может ли эта генетическая аномалия привести к пороку развития, женщина идёт на консультацию к генетику, генетическую консультацию. А дальше логика немного ломается. Если женщина приняла лекарство, и больше всего мы боимся порока развития, и вот логика ломается, по ассоциации порог развития, генетическая аномалия, женщина снова попадает на консультацию к генетику, хотя генетика здесь не имеет никакого отношения к телу. И наиболее логичным была бы ситуация, когда эта женщина попала бы на консультацию врача клинического фармаколога. Потому что мы с вами знаем, что в отличие от генетических синдромов, которые описаны и которые, если они диагностированы, они проявляются, может быть, они всегда стопроцентны, для того, чтобы лекарство признать тератогеном, необходимо выполнение целого ряда условий, которые когда-то сформулировал тератолог Томас Шепард, которого вы видите здесь на фотографии. Необходимо, чтобы лекарство проникло через плаценту. Это значит, нужно знать фармакогенетику лекарства. Необходимо иметь биологическое объяснение механизма тератогенного действия. Необходимо убедиться, что лекарство воздействовало в критические периоды. То есть если оно воздействовало, если оно влияет на печень, а печень еще не сформирована в этом возрасте, в период, когда лекарство воздействует. Лекарство не задерживается дольше в организме. Ну, какой здесь может быть тратогенный эффект? Необходим определенный паттерн воздействия. То есть одно и то же лекарство в разных случаях должно вызывать одни и те же аномалии развития у плода, только тогда можно счесть его тратоген. Должны быть получены сходные доказательства тратогенности как минимум в двух крупных исследованиях. Ну и экспериментальное подтверждение на животных считается сейчас, как мы знаем, необязательным критерием после злополучной истории с талидомидом, который у животных не вызывал пармак. Кстати говоря, практически такая же история с фурфарином, который тоже известный тратоген, а у животных он очень редко вызывает аномалии развития плода. И мы с вами, как клинические фармакологи, можем оценить вот эти все факторы, которые предрасполагают к формированию повреждающего действия на плоду беременности. Но можно ли мы брать на себя ответственность, если женщина приняла лекарство, не зная о беременности? Не слишком ли это большой груз, который мы хотим завалить на свои плечи? Тем более в той ситуации, когда мы, собственно, не такой уж колоссальным, а не таким колоссальным объемом информации располагаем. Безусловно, стоит. Как минимум, мы здесь можем точно так же, как врач-генетик, рассчитать вероятность риска и проинформировать об этом женщине, а не огульно рекомендовать ей прервать беременность просто для того, чтобы снять с себя ответственность, и снять все вопросы. Приведу вам пример. Когда один и тот же препарат, который является доказанным тератогеном, может быть воспринят совершенно по-разному. К нам на консультацию обратилась пациентка с ревматоидным артритом, которая принимала метатрексат 10 мг в неделю, и обратилась она на второй неделе. И другая пациентка, которая принимала метатрексат в попытке прервать беременность на шестой неделе. Если мы обратимся к известной литературе, мы с вами увидим, что риски при приеме метатрексата согласно эпидемиологическим крупным исследованиям реализуются в случае, если доза выше, чем 10 мг в сутки, а время воздействия после шестой-восьмой недели, после зачета. Соответственно, первую пациентку мы отпустим с миром, не рекомендую ей беспокоиться, а вот второй пациентке мы опишем, что риски в ее случае существуют, и она должна самостоятельно принять решение. Вообще в нашей стране не очень принято обсуждать врачебные решения с пациентом, особенно с беременным пациентом. Я часто сталкиваюсь с таким мнением, что женщине объяснить ничего невозможно, а если она беременная, то и подавно ее доминанты не позволят здравому смыслу достигнуть сознания, и ни о чем говорить ей нельзя. И, положа руку на сердце, нужно сказать, что, безусловно, предоставляя любую информацию, от нашей подачи зависит то, как женщина воспримет ее. То есть мы не можем говорить без отношения. Мы в любом случае будем консультировать, склонять ее к чему-то, либо заражать ее своим представлением о том, что воздействие безопасно, либо, наоборот, передавать ей свои опасения. Этого не избежать. Но абсолютно не информировать женщину, я считаю, неэтично. Вот еще один пример. Руакутан. Доказанный тератоген. Вызывает увеличение частоты пороков развития в несколько раз по сравнению с фоновой. Частота этих пороков может достигать 40%. Опять же, к нам обращается беременная на пятой неделе. На сроке три недели беременности она приняла в течение двух дней по две капсулы ракутана. Алгоритм консультирования может выглядеть следующим образом. Мы оцениваем с вами период полувыведения из-за третинаина, период полувыведения основного метаболита, период полувыведения самого долгоживущего метаболита и оцениваем, что примерно полное выведение, как мы знаем, 5 периодов полувыведения, состоится через 10 дней. Соответственно, в данном случае плод едва ли мог подвергаться этому. Дальше мы обязательно должны обратиться к литературе, потому что не любая теория подтверждается в практике. И согласно данным эпидемиологических исследований, мы видим, что большинство исследователей сходится в том, что формирование синдрома ретиноловой кислоты ожидается у 35% плодов матери, которые принимали из-за третинаина после второй недели, после зачатия, после четвертой недели. Есть данные, говорящие о том, что прием из-за третинаина в течение первого месяца беременности не приводит к формированию синдрома. Мы доносим эту информацию до женщины, а дальше она и ее врача, безусловно. А дальше она сама должна принять решение, готова она жить с этим риском, или ее внутренние представления о происходящем не позволяют, и она примет осознанное вместе с врачом решение о прерывании беременности. Специфично аномалии в популяции встречаются реже. Отдельные лекарства могут увеличивать эти риски в большей степени, чем общие. Например, фольпроевая кислота. Общие риски аномалии повышают 2-3 раза, а риск развития дефектов нервной трубки в 20 раз. Насколько это важно? Как мы будем интерпретировать фольпроевую кислоту? Как очень страшный тератоген, как облигатный тератоген, или все-таки нет? И вот здесь мы тоже можем рассчитать риск, подобно генетику, которая рассчитывает риск передачи генетической аномалии. Мы можем оценить частоту дефектов нервной трубки в популяции. Она известна. Мы видим, что вольпроевая кислота увеличивает этот риск в 20 раз. И, соответственно, мы считаем, если 10 тысяч женщин примут вольпроевую кислоту, родится на 127 детей с дефектом нервной трубки больше. 124 месяца. С одной стороны, это много. Но если одна женщина приняла вольпроат в первом триместре, для нее риск дефектов нервной трубки составит 1,34%. И шанс рождения здорового ребенка 98,7%. Как вы считаете? Имеет право женщина знать о таком соотношении рисков? Или не имеет? Кому решать, насколько риск высок? Извините, пожалуйста. Добыла что. Анимация. Цифры для расчета. С ними нам помогают генетики. И спасибо им большое. В России существует регистр пороков. Он был учрежден в 90-е годы. Сейчас он поддерживается. Хотя и, может быть, не так полноценно, как хотелось бы. Мы чаще обращаемся к регистру Еврокат для того, чтобы оценить частоту развития в близкой нам Европе. Частоту пороков развития. Но вот регистры лекарственных воздействий, к сожалению, ведутся в нашей стране очень плохо практически. Не ведутся. И регистры лекарственных воздействий могут вести именно врачи клинических бумагов. Какое количество наблюдений позволит выявить аномалии при лекарственном воздействии? Это очень важный момент, который говорит нам о том, что мы должны обязательно каждый этот случай регистрировать и оценивать, и анализировать, и винаобразно. Если частота встречаемости порока 1%, а при воздействии 2%, соответственно, мы можем сравнить по 2 тысячи с небольшим наблюдением в каждой группе. А если частота встречаемости 0,1%, нам уже нужно проанализировать 23 тысячи наблюдений. Беременности в нашей стране много. Если мы будем действовать единообразно, мы сможем достичь и этих высот статистической значимости. И уже в этом факте есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы можем достоверно сказать, да, у большинства женщин, их плодов, в любом случае все будет хорошо. Но минус в том, что без глобальной регистрации воздействия мы еще долго не узнаем о том, что является. Поэтому в завершение я хочу сказать, что врачу-клиническому фармакологу необходимо включать трудовые функции консультирования при приеме лекарств беременными и кормили. Это то, что за нас не делает никто. А наша слаженная работа в пределах сообщества, сообщества фармакологического позволит не только помочь в каждом частном случае, но и пополнить объем и разум. На этом я благодарю вас за внимание. Всего наилучшего.